Приветствую вас, никакого вопроса вы не задаете, поэтому можно оперировать только той информацией, которую вы предоставили и последовательно будем разбирать каждый элемент из того, что вы описали. Ну, во-первых, во-первых, так, наши родители, как вы говорите, то, что ваши родители развелись в детстве вашем и, собственно говоря, сейчас вы живете с бабочкой. Собственно, какие у вас были отношения с родителями? Почему вы не остались с мамой или папой? Почему вы остались с бабочкой? После того, как ваш отец погиб, почему вы, опять-таки, не остались с мамой, почему братья, которые, как я понял, жили с ним, были отданы в детский дом, а не с мамой? То есть, вот не очень понятно, почему вы так были дошли, где ваша мама и как вы с ней вообще взаимодействовали? Какие у вас были отношения с братьями и почему? Что мешает вам сейчас с ними общаться? Где-то их забрали в семью, значит, у них есть необходимое обеспечение, у них есть все нужное и так далее. Что мешает вам общаться с вашими братьями для меня не понятно. Далее, на почве чего вы ругаетесь с бабочкой? Вот основные моменты, по которым вы ругаетесь со своей бабочкой. То есть, что заставляет вас с ней ругаться, как давно вы это делаете и какие основные формы конфликта. И какие основные причины конфликта, причины разногласия, каковы они? Дело в том, что бабочкой вам ругаться не стоит, переделать вы ее все равно не сможете, она человеку уже пожелось и хочет вам отдыхать скорейшего добра и добра так, как она это понимает. Хорошо ли, плохо ли, не так. Важно, важно, что именно она развивает вам добря именно в той форме, в которой для нее наиболее приемлемо. И вам это нужно понимать, соответственно, не ругаться с ней, поскольку все равно действовать по-своему. А вот почему вы не ругаетесь, почему именно ругаетесь, почему именно она, получается, выводит вас на эмоции. С этим нужно разбираться. И чем лучше мы с вами сможем в этом разобраться, тем легче вам будет жить. Далее. Вы пишите, что у вас не осталось ничего ценного в жизни. А вы создавали это ценное в жизни? Ну вот, братья, например, у вас есть. Вам никто не мешает с ней поддерживать диалог. Ага, папа, который погиб, но с ним вы не жили, получается. Как насчет ваших друзей, как насчет вашей личной жизни, как насчет вашей профессиональной жизни, как насчет ваших смартфонных ценностей и приоритетов. Какие они? А почему вы вообще считаете, что ценного ничего в жизни нет? А что для вас есть суть ценного? Мы предположим, ценного нет, хорошо, но его можно создать. Почему вы не хотите создавать ценное? Для меня тоже непонятно. Вот вы и попробуйте ответить себе на эти вопросы, и ответы на них помогут вам увидеть векторы дальнейшего движения в сторону решения ваших проблем. И если вам понадобится помощь, то обращайтесь к нашим экспертом, какой из нас вам понравится, и начинайте работать более приватно. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, тогда сейчас в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого лучшего, самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok